Приветствую вас. Если вы вспомните, если вы подумаете, как вы начинали играть, ну, просто для облегчения, так сказать, вникания в вашу ситуацию, то вы вспомните, какие желания привели вас, значит, к тому, чтобы играть в казино. Вот. Вы вспомните, чего именно вам больше всего хотелось, когда вы играли в... когда вы начинали играть. Вы вспомните, какое это было желание, из чего оно состояло, вы вспомните для себя, что именно вам было нужно. Вот. И, соответственно, это в какой-то момент решит вашу проблему. То есть, игра, ну, то, что вы сейчас играете, это по большому счету просто замещение. То есть, вы замещаете игрой какую-то свою неудовлетворенность, какой-то свой конфликт, вы таким образом выходите из этого конфликта таким вот способом. И, в общем-то, желание появляется именно потому, что конфликт, основной конфликт не решает ваш конфликт. Вот. И, соответственно, нужно этот конфликт найти и помочь вам его разрешить. И тогда играть вам просто уже будет не нужно. Вот. Просто пропадет желание играть. Ну, естественно, это будет не сразу, да, там какое-то время понадобится для адаптации, для, так сказать, изменений. Вот. Но, на мой взгляд, это происходит именно так. То есть, мы ищем то, что привело вас в игру. Например, вы хотите легких-легких денег, если хотите легких денег, ну, к примеру, да, к примеру. Вы хотите легких денег, да, то почему вы хотите легких денег? Почему именно вот легких денег вам нужно? Ну, почему легкие деньги вам нужны, да, там, для чего и прочее, прочее, прочее. Если азарт, то, соответственно, адреналин. Соответственно, что? Ваша жизнь, она получается скучно. Ну, вот. Такая, повседневная, да? Вот. Ну и так далее. То есть, вот это все решается таким вот образом, да? Если вы готовы, то выбирайте себе психолога и начинайте работать. Я уверен, что нахождение конфликта, который мотивирует вас на то, чтобы... играть снова и снова. Вот. Это станет уже первым шагом. А дальше вы уже сами почувствуете и увидите, какую именно проблему вам нужно решать. Вот. Но, если честно, я не уверен, что вы готовы сейчас, на данный момент, решать свою проблему, потому что у вас отсутствует вопрос. То есть, вы... отсутствует вопрос, вы не говорите, что я хочу, там, перестать играть, например, или я хочу, там, разобраться в себе. Вы просто озвучили проблему и все. Вот. Подсознательно это говорит о том, что вы не готовы еще решать проблему. Вам что-то не нравится, вам не нравится, например, какие-то последствия, вам не нравится, что вы, там, какие-то деньги проигрываете. Вот. Это все не нравится, но... Как бы, поверьте, вот именно к решению проблем вы пока не готовы. Вот. Коллега Антон, ээм, говорил о том, для чего вы играете, для чего вы играете, какая цель, удовольствие или выигрыш. Вот. А... Я не согласился, ээм, к сожалению, с коллегой, в этом смысле. И, эээ, скажу, что, как раз таки, ради выигрыша играть, эээ, можно. Но, необходимо понимать, эээ, правильно, эээ, выигрыш. Сам. Выигрыш. Потому что, в большинстве случаев, эээ, люди неверно понимают именно сам выигрыш. То есть, что, что такое выигрыш. А выигрыш, это, эээ, ну, по сути, это зарплата. То есть, вот, если вы, если вы играете, если вы этим, вы этим зарабатываете, а вы можете зарабатывать игрой. Вот. Что выигрыш, это ваша зарплата. И ради зарплаты можно, в принципе, работать. Но для этого нужно исключить весь азартный элемент. А вот играть ради удовольствия. Крафики. Вот это, вот, проблема. То есть, я понимаю, что хотел сказать коллеге, но, мне кажется, здесь, немножко не точно. Ээээ, ну, здесь просто путаница с, эээ, терминами произошла. Вот, эээ, я уверен, что коллега Антон со мной согласится в этом. Ээээ, такая вот история. То есть, эээ, действительно определить с целью, вот, для чего вы хотите играть. Кстати, это может привести вас к тому же самому конфликту внутри вас. То есть, если вы хотите играть, там, чтобы получать деньги, да, то для чего. А если вы хотите, там, играть, чтобы испытать азартный адреналин, то, опять же, для чего. А если вы, там, когда играете, там, хотите сбежать, допустим, в, эээ, ну, в другую реальность, да, то тут тоже момент, от чего вы хотите сбежать. Ну, и так далее. Вот. Так что, тут надо смотреть. Вот. В целом, эээ, на глобальном уровне, я бы сказал, что, эээ, игроманя, это, ээээ, все вроде расщепления. То есть, конфликт внутри вас. Ээээ, нескольких, эээ, родительских фигур. То есть, вот, в детство, вероятно, что-то такое было, когда, нам с папой, или кто-то другой, ээээ, тянули вас в разные стороны, и вам было безумно тяжело это. Вот, это не обязательно, это рабочая версия, я просто говорю, как бы, как, как вариантов, а также вариантов, может быть много. Вот, и, соответственно, вот это расщепление, это очень, очень большое, высокое напряжение, эээ, психологическое. Оно, возможно, может приводить, как раз, к тому, вот, что вы, вот, в игру пытаетесь сбежать от реальности, от реального мира, которые вам не очень нравятся, которые выглядят и выглядят угрожающе, и прочее, прочее. Вот. Такая вот история. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.